Всем привет! А вы знали, что на ваших телефонах есть определенные предустановленные приложения, которыми вы абсолютно никогда не воспользуетесь, если, конечно же, вы не живете в Китае. Такие приложения просто навсего забивают вашу память устройства, они могут работать в фоновом режиме, также управлять другими приложениями, которые находятся у вас в смартфоне, и иметь еще кучу разных разрешений, которые я бы 100% отключил и даже никогда и не включал больше. Сегодня я вам покажу некоторые хитро спрятанные приложения, которые, возможно, вы никогда даже и не видели, плюс покажу некоторые настройки, которые нужно проделать для безопасности всей системы. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал и поделитесь с друзьями. Итак, что касается вот этих всех приложений, сразу же говорю, что они есть не на всех телефонах. Они попадаются практически на каждом телефоне, который сделан конкретно в Китае, то есть произведен в Китае, Made in China. А таких телефонов, как вы знаете, очень и очень много. И, соответственно, при производстве в Китае встраиваются такие приложения еще в саму прошивку телефона. Они у вас там будут находиться реально всю жизнь пользования телефоном, но если вы не из Китая, то, к сожалению, они вам полностью бесполезны, даже, возможно, и вредны. Элементарно, если вы зайдете в настройки, вот здесь найдете у себя приложение, все приложения, нажмете на поиск приложений, вот здесь можете написать, допустим, слово COIN. И вот видите, что находит одно из приложений, которое называется MeCoin. Ну, кстати, вы можете и не найти его среди вот этого стандартного списка. Я дальше покажу, как можно 100% найти его и как его обезвредить на ваших смартфонах Android. Смотрите, что касательно разрешений. Вот я зашел в разрешение вот этого приложения. Здесь и фото, и видеосъемка, и запрос информации о всех пакетах, неограниченный доступ к интернету, ну и так далее. В общем, список большой и, в принципе, даже управление некоторыми приложениями, которые установлены на ваших смартфонах. А что вот это приложение вообще и зачем оно нужно на телефоне? Это наподобие бонусной системы, которая работает только в Китае. То есть, когда вы что-то покупаете конкретно в Китае, и у вас вот стоит вот это приложение, а оно предустановленное, вам на виртуальный счет зачисляются вот такие MeCoin. И вы потом за эти бонусы можете дополнительно себе сделать какую-то скидку на какую-то покупку. Но, чтобы вот это все действовало, вам нужно не только находиться в Китае, а еще иметь и документы, что вы являетесь конкретно жителем Китая. То есть, у вас должна быть китайская прописка, китайский номер телефона, электронная почта не Google, а конкретно зарестрирована в Китае. В общем, скажу так, что даже сами китайцы вот этим приложением практически не пользуются. Потому перепроверяйте у себя, оно у вас есть на телефоне, занимает оперативную память, занимает внутреннюю память, и плюс еще у него куча разных разрешений, которые я бы вообще не давал непонятному приложению, которые ответственны за какие-то бонусы, которые превращаются в денежные средства. Итак, нашли вы его или нет, вам нужно все равно зайти и перепроверить еще через одни настройки. Заходим в Google Play Market, нажимаем с правой стороны на свою аватарку, и вот здесь заходим в справка «Отзыв». Здесь подружается вот такое меню. Смотрите, оно может быть разное на всех телефонах. Допустим, здесь у меня вверху уже высветилось, как удалить приложение с устройства Android. У вас такой строчки может и не быть. Ищите тогда поиск по справке, вот с такой линзой. Нажимаем, и вот здесь просто пишем слово «Удалить». Вот таким образом. Как удалить приложение с устройства Android, вам найдет вот такую строчку. Нажимаем по ней. Здесь подружаются еще дополнительные меню. Немножко ниже листаем. И вот нужна строчка. Нажмите, чтобы перейти в настройки приложений, таким синим. В большинстве телефонов, если у вас стоит темная тема, то вы сюда не зайдете, будет выбиваться ошибку. Потому переходите временно на светлую, и потом у вас все откроется. Запускаем. Здесь подружаются все ваши приложения, и в том числе и системные. Вот здесь нажимаем еще «Показать системные процессы». Поиска здесь нет, но можно плюс-минус искать по алфавиту. Вот я практически долистал уже. Вот оно называется «Микоин». Вот я запустил его. Точнее, открыл. Здесь нужно почистить хранилище и кэш, если оно насобирало какие-то данные. Ну, как вы видите, у меня здесь уже все почищено. И вам нужно, конечно же, ограничить по максимуму ему доступ. То есть, вообще ставим «Ограничено». И потом, если у вас горит кнопка «Остановить» и «Отключить», то берете, останавливаете и отключаете. И тогда вот это приложение, ну, оно, конечно, останется на вашем телефоне. Но, по крайней мере, оно будет бездействовать и не занимать ваши ресурсы телефона. Ну, и вообще не наделает вам делов, которые не нужно. Теперь смотрите, что касательно еще одного приложения, которое очень похоже. И которое, в принципе, работает только в Китае. И, кстати, оно может по-разному называться и иметь разную картинку. Поэтому, предупреждаю, сразу ищите несколько вариантов. Я на одном телефоне, допустим, находил одну версию. Потом начал искать на этом телефоне, не могу найти. Оказывается, немножко по-другому оно уже называется и выглядит по-другому. Хотя версия абсолютно одна и та же. Ну, возможно, это зависит конкретно от региона, который выставленный. То есть, в какой вы стране находитесь, возможно, оно по-разному будет выглядеть. И по-разному называться. Вот я долистал. Называется MyCredit. На картинку не обращайте внимания. Картинка может быть другая. И еще может писаться не MyCredit, а MyCredit. Тоже зависит, какой языковый пакет у вас стоит встроенный в телефоне. То есть, на каком языке. Вот, заходим сюда. Очищаем хранилище и кэш. Ну, здесь у меня все почищено. Китание и производительность ограничиваем. Ну, кстати, смотрите. Допустим, вот здесь у меня даже есть доступность его удалить. Не только остановить. Вот, остановить я уже нажимал. А и можно его спокойно удалить. Я это сделаю. Значит, кратко, что это за приложение. Если вы живете в Китае и у вас есть это приложение, допустим, вы зашли в магазин и у вас не хватает денег что-то купить. Так вот, вы можете оплатить своим телефоном с помощью вот такой программки. И это будет считаться в виде микрокредита. То есть, вы, конечно же, в определенный срок должны его отдать. То есть, это как кредит, который выдается мгновенно конкретно в Китае. Больше оно нигде не работает. В общем, берем просто на всего и удаляем. Смотрите, ну, получилось удалить. Я даже сам немножко удивлен, что такие приложения все-таки на некоторых телефонах так легко удаляются. Что касательно настроек безопасности, которые нужно проделать. Заходим в стандартные настройки. Ищем раздел, который называется защита конфиденциальности. Заходим в специальные разрешения. И вот здесь нас интересуют изменения системных настроек. Заходим сюда. Здесь попадаются приложения, которые вы установили себе на телефон там в течение какого-то периода времени. И очень часто бывает такое, что мы даем разрешение непонятным приложениям. Вот такой серьезный доступ. Потому что обычно установка у нас как происходит? Просто нажимаем да, да, да. Приложение установилось. Ну и мы якобы ним пользуемся. А вот здесь на самом деле может быть реальный подвох. Вот здесь если вы находите хоть одну игру, какое-то приложение, которое касается конкретно игр, то 100% удаляйте. 100% отключайте такой доступ. Плюс если вы находите какие-то незначимые приложения, имеется в виду там, вот допустим редактор. Зачем редактору какие-то разрешения для изменения системных настроек во всем телефоне? Конечно же такое нужно отключать. То есть мы случайно дали такое разрешение. Или допустим вот AIMP. Это обычный проигрыватель, который проигрывает музыкальные файлы. То есть зачем такому проигрывателю изменять какие-то настройки еще и самостоятельно? То есть вдумайтесь, самостоятельно приложение может что-то там изменять при прослушивании музыки. А так вообще покажу какие 100% нужно отключить. Ну и плюс вы поищите свои приложения, которым не нужно что-то здесь разрешать. Вот смотрите, Analytics это 100%. Отключаем это сбор информации по всему телефону. Seedtest это тоже версия китайского приложения, которое не нужно на телефоне. Тоже отключаем такой доступ. Также я такое проделываю на всех приложениях, которые касаются конкретно звонков, конкретно телефона. Вот нахожу телефон, отключаю. Телефон, сервисы тоже отключаем. Обычный телефон, это совсем другое приложение, которое тоже относится к звонкам, тоже отключаем. Обычный стандартный проводник в виде желтой папки, тоже зачем ему такие разрешения. Тоже выключаем этот доступ ко всем файлам. Диктофону тоже отключаем. И камере точно так же. Диктофону тоже отключаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok